Здорово, дорогой. Спасибо тебе за 49 тысяч. Ты красавчик. Вот два жирных лайка тебе ставлю. Просто молодец, слов нет. Самый лучший зритель, вот если выбирать идеального зрителя, это ты, я тебе отвечаю. Хочу пожелать тебе, как всегда, удачи, квартиру, дачу, красивую женщину в придачу, чтобы детишки у вас слушались и, само собой разумеется, полные карманы биткоинов с кефирами вам в придачу. У меня для тебя целых два подарка. Значит, смотри, во-первых, в новостной Телеграме, если ты не подписан, вот здесь вот эта ссылочка, нажми на паузу, обязательно подпишись. Здесь я тебе скинул информацию по RTX 3060, они уже есть, они в ноутбуках идут, и ребят, которые себе покупают такие ноутбуки, скинули данные, я тебе в новостной скинул, получается, от 26 января, то есть позавчера еще даже, да? Помимо этого, видюх с телевизором, ты прикинь, на туре с телевизором, там, я не знаю, мегахеш показывают, нет, будем тестировать RTX 3080, а Aorus, причем с приставкой X3, но пока она тоже, блин, троттлит, 70 мегахеш выдает, но я думаю, мы с тобой ее победим, постараемся. И также данные я тебе скинул по двум предыдущим роликам, от RX 5700, смотри, скорость на пуле, средний там Average Report, и в личном кабинете, как себя чувствует. Помимо этого, по родонам седьмым, еще больше данных тоже тебе прислал. Это первый подарок. Дальше. Второй подарок у нас заключается в том, что мы собрали 49 тысяч, за что я тебя поблагодарил, как говорится, от души, вот такой красавчик еще раз, и низкий поклон. И ролик собрал 2000 лайков положено, это значит то, это значит, надо снимать следующую рубрику риги подписчиков, чего, кстати, только не было в этой рубрике, да, вспоминай, и газели, и камазы, забитые полные айсиками, которые там чуть ли не под миллион долларов майнили, и вот майнинг-холодильник, и всяческие крипто-сараи, ванны с айсиками, но такого, братан, еще не было. Пацан что сделал, он купил, короче, контейнеры для еды, понял, ты сейчас сам все увидишь, если не веришь, залил туда жижу, поместил видеокарты и майнинг, ты прикинь, что он делает? Ты готов? Погнали! Карточки лежат в таких баках, здесь стоят теплообменники, теплообменники куплены на Авито примерно по 7000 рублей, насосы, циркуль, ну 2000 по 3, такую бочку, обклеил ее пенофолом, чтобы меньше тепла уходило на сторону, пенофол десятка. В иммерсионке только карты, блок питания и вся фигня вынесена отдельно. А это обычные пищевые контейнеры, главное посмотреть, чтобы был толстый пластик, чтобы он не разъезжался. Здесь 4 рига, 11-10-70, 4-10-80, 8-480 и еще 2-480 и 4-10-66. Все висит на одной фазе, в связи с тем, что это дом. К каждому ригу идет свой провод, на каждую ферму отдельный автомат, 16 ампер. Идея была сделать отопление. Температура в баке реально 48 градусов, температура воды, которая идет после теплообменников, усредненная, получается 40 градусов. Здесь есть охлаждающий контур, который летом греет бассейн, он сейчас выключен, поэтому его температура, грубо говоря, это температура просто помещения. И датчик стоит на самой трубе, то есть иммерсионка. Ну, немножко датчики в руку, потому что они снаружи полипропилена. 41 градус, 44 градуса это после нагрева. А температура обратной воды 34 градуса. С такими крышками это полная херня. Это были первые, самые неудачные варианты. Вот с такой крышкой открывающейся, он сейчас пустой у меня уже. Вот это удобные контейнеры. У нашего героя приблизительно 733 мегахеша. При этом я у него спросил, он сказал, что расход суммарный у него составляет приблизительно 5 киловатт на ферму, при розетке 4,04. То есть вот такая розетка в долларах получается, да, курс 7,5 сейчас в данный момент времени. При этом у него в месяц грязными 4 контейнера для еды майнят 1529 долларов. Из них чуть меньше 200 долларов расход на розетку тебе не видно, сейчас я себя уберу. И при этом остается 1435 долларов чистыми. Основные плюсы и минусы такого майнита. Хочу обязательно проговорить, чтобы ты понимал. У меня опыт есть по данному поводу. У меня была ванная с асиками, которую недавно продал. Так получилось. Почему продал? Потому что розетка забилась, как бы переставил фермы. Более грамотно использовал розетку, поэтому как бы продал за ненадобностью. Но возможно скоро буду откупать опять. Отсутствие шума ощутимый плюс, ощутимый. Но в данном случае это как бы не больше плюс, потому что мы не говорим здесь про асики. Фермы сами по себе, видеокарты не издают такого шума, чтобы прям, знаешь, вау, нужна была какая тишина. Потому что здесь с одной стороны отсутствие шума, с другой стороны у тебя будет циркуляционный насос, а этот насос он все равно, как ни крути, немножко гудит. Поэтому когда ты будешь трассу из синтетических труб делать, тебе надо будет куда-то, по идее, прятать насос. Или вот это, знаешь, гудение на шуме, особенно если ты там живешь, где-то рядом, оно тебя достанет. Я тебе серьезно говорю, я не по наслышке это знаю. Следующий плюс – отсутствие износа кулеров. То есть у тебя кулера стоят, ты их можешь включить там условно на 15-20% с целью, чтобы просто не было горячих точек ванной, чтобы немножко циркулировало. Хотя в принципе не нужно, как правило не включать. Следующий, ощутимый и крутой плюс – отсутствие окон. То есть отсутствие приточки и отсутствие вытяжки. Представь себе комнату, 4 стены и вот здесь дверь и все, у тебя ни приточки, ни вытяжки. Вот здесь будет идеальная схема применить такую схему. Почему? Потому что при определенных раскладах тебе не нужна будет ни приточка, ни вытяжка. Есть расклад, где надо будет. Допустим, у тебя охлаждается твой теплообменник при помощи радиатора. То есть у тебя по-любому должна быть где-то дырка и с наружной стороны стоять радиатор, либо что-то от кондиционера, крутиться кулер и как-то помогать охлаждать. Но есть минимум два варианта, где это не нужно. Допустим, смотри, первый вариант ты кольцуешь на батареях и используешь как отопление дома. Понимаешь мысль? У тебя за счет этого охлаждается. Раз. Второй вариант, в принципе, точно-точно такой же. Это на подогреве теплых полов. В принципе, это один вариант. И третий вариант, когда ты делаешь просто на обычной, охлаждаешь обычной приточкой воды. Ну вот руки, то что можешь, там холодная вода у тебя, понимаешь, да? И она получается вот так вот переплетает с теплообменником. Теплообменник за счет этого остужает жижу и уже холодную жижу туда закидывает. То есть здесь не нужна тебе ни вытяжка, ни приточка. Но здесь у тебя минус будет в том, что у тебя будет расход по воде. Понимаешь мысль, да? То есть свои плюсы, свои минусы. Но при этом есть и очень ощутимые минусы, да? Вот я сколько, почти полтора-два года ванной пользовался. Блин, я тебе так скажу, это кошмар. Если у тебя, не дай бог, там какой-то ремонт. И тебе надо залезть в эту ванную, да? Ну в данном случае не в ванную получается, а в контейнер. У тебя потом руки непонятно в чем. Если ты не надел каких-то специ... А когда надо, специализированных перчаток в нужный момент нету. Ну и в них плюс неудобно работать, да? И получается, что у тебя руки потом непонятно в чем. Ты неделю ходишь просто как из-за заражения, как долбоеб, по-другому не назвать. Они у тебя чешутся и, ну, очень неприятно. То есть в ней особенно ковырятся, в этой горячей жиже. Если у тебя был опыт, напиши, подтверди мои слова. Дальше. Если ты разобрал карты и именно снял кулера с целью сохранить их, да? То ты по большому счету лишаешься гарантии. Ну лишаешься гарантии, как ни крути. То есть да, они у тебя там детственно новые, да, все классно, но ты остался без гарантии. Следующий тоже сильнейший минус заключается в том, что это все стоит денег. То есть хороший теплообменник, я не знаю, когда он покупал, но в тот момент времени он сказал в ролике, что он стоит 7 тысяч, да? Сейчас я вообще теплообменников дешевле 15 не видел. Я покупал теплообменник для айсиков на 25 киловатт с учетом того, чтобы у меня там стоял 12 с 9 в супер разгоне, да, и с запасом получилось на 25 киловатт. Мне он обошел с 25 тысяч. Это было до хайпа и это считалось по супер сумасшедшему блату. Понимаешь, сколько стоят теплообменники, да? Поэтому здесь надо все просчитывать. Плюс трассу надо будет делать, там краники ставить и так далее, да? Но это в районе 3 тысяч, как ни крути, это вот, знаешь, пальцы в небо. Может быть и больше, может быть и меньше, в зависимости от того, какие трубы будешь использовать, какие краны будешь использовать и так далее. То есть я не сантехник, но по-моему где-то так мне это обходилось, когда я делал. Вот, плюс сам циркуляционный насос. Я сперва купил не тот, но я покупал по дайскому. Ему надо, я так понимаю, попроще, но я думаю, что тысячи три минимум, если повезет. Если не повезет, значит, как я возьмет? 7, 8, 9 ты возьмешь, да? Потому что я взял первый, но был не тот. Помимо этого, тебе надо будет подобрать подходящую жижу. Я тебе спрошу у героя, какую жижу он использовал, да? Я сейчас не спросил. И вот сюда вот в новости от соленого тебе обязательно скину. Так что туда подпишись и информацию я тебе до конца дня туда закину. Еще из минусов, знаешь, что вспомнил? Вот, по крайней мере, у меня так было. Ты, кстати, напиши, если ты разбираешься, может быть, это некачественная жижа или что, да? Спустя где-то полгода у меня стали дыбеть провода. То есть дыбеть провода, дыбеть сами блоки, дыбеть даже, ну, дубеть, да? Дубеть, наверное, эти разъемы от интернета, понял, да? Все, в общем, начало дыбеть. И как бы я не знаю, как вот, если под видюхи, надо будет использовать какую-то качественную жижу. Я так думаю. Собственно, все сказал, чего думал, надеюсь, ничего не забыл. Следующую рубрику риги подписчиков мы начнем снимать, когда этот ролик соберет 2000 лайков. А у меня на сегодня все. Подписывайся обязательно в Инстаграм, Телеграм, на Ютуб, Твиттер. Я всегда везде рад тебя видеть. Всего доброго. Пока-пока тебе.